В этом году в десятый раз отмечается праздник людей, для которых выдержка, апертура и трансфокатор не просто слова, а часть профессиональной деятельности. И это Всемирный день фотографа. Обсудить детали работы в этом виде искусства и узнать, как стать настоящим мастером света и тени, мы пригласили фотографа Павла Баймакова. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Павел, расскажите, как давно занимаетесь фотографией? Вот уже 8 лет. Только такой осознанной деятельности. То есть 8 лет как в коммерции уже работаете? Да, да. А с чего начинали, как вообще учились? Наверное, как все, понравилась какая-то очень простая дешевая мыльница была. И так получилось, что на одном из фотоконкурсов по фоторепортажу мне подарили зеркальную камеру. Вот это для студента было большое приобретение. И как-то то друзья, родители, то какие-то некоммерческие знакомые. И мне понравилось, втянулся. А было так, что кто-то, может, заметил задатки и сказал, что надо развиваться, либо сами в себе почувствовали? Ну, это была моя мама. Ей очень нравились мои фотографии. Выдохнула уверенность. Расскажи, я видел у вас в социальных сетях, что в различных местах проводились съемки. Расскажите, какие интересные локации были, может быть, в каких странах? Наверное, одно из самых интересных мест, где я побывал, это рядом с Неаполем, королевский дворец в Козерте, где, может быть, видели, снимался первый эпизод «Звездных войн». Эти знаменитые лестницы, где маршируют андроиды. И я там был с парой. Такой очень интересный опыт был. Это была свадебная съемка? Это была наша русская отечественная девушка, выходила замуж за итальянца, и мне посчастливилось побывать на этом празднике. Меня вдохновляет наша природа, например, озера Откуль-Хребет. Мне очень нравится несколько съемок так проводил, несмотря на то, что полтора часа там подъема довольно трудоемкого. Но места очень красивые, и я у нас на Урале люблю путешествовать в разных... По горам лазить, озера. А вообще, ну, в жанре съемки как вам больше нравится? То есть природа, либо индустриальная фотография города? Ну, у нас в Челябинск, наверное, обязывает несколько к индустриальной съемке больше. Ну, и на природе ездить поснимать. Ну, мне главное, чтобы были люди, чтобы это было взаимодействие с людьми, эмоции, контакт. Хорошо. Как вы считаете, почему многие, кто только купили зеркалку, начинают себя мнить фотографами? Ну, это, наверное, как в любой профессии. Люди видят только внешнюю сторону работы. Так же, как говорит, что вы так хорошо готовите, потому что у вас кастрюли, наверное, хорошие. Вот то же самое про технику. Получается, что дело не в технике, а в том все-таки, как человек умеет ей владеть, что он вкладывает в свои работы. Я знаю, что в последнее время стало очень популярно ходить на фотокурсы. Как вы считаете, вообще помогают ли они? Возможно ли развиться от фотокурсов профессионального фотографа? Есть, знаете, такая присказка, что можно подвести лошадь к водопое, но и пить ее не заставишь. Поэтому множество источников. А кто уж найдет себя, в чем это, кому удобнее. Потому что кто-то пойдет на курсы, сэкономит себе кучу времени, освоит технику. Кто-то в интернете найдет, кто-то на том же Ютубе посмотрит материалы. И этого ему будет достаточно. Ну как вы считаете, у вас путь был самообразованием? Ну скорее, да. У кого-то есть путь от фотокурсов. Какой, по вашему мнению, более эффективный путь? Если хотите сэкономить время, то фотокурсы – это то, что подойдет. Возвращаясь к людям, которые покупают зеркалку и уменят себя фотографами, как думаете, почему к таким обращаются? То есть на коммерческую съемку заказывают? Это, наверное, нужно спросить у тебя, кто обращается. Наверное. У всех разные требования. Просто есть такое понятие, как чувство вкуса. Оно вырабатывается. Оно может у всех это, получается, когда смотрят хороший фильм, хорошие подборки. И когда есть понимание, картинка, как это должно выглядеть, то уже и люди идут за этой картинкой. А когда небольшая какофония в голове, то подойдет уже любой специалист, исходя из его доступности. То есть не возвращаемся, а подходим к вопросу финансов. Что люди смотрят, кто дешевле, кто подороже. Да, да. Просто для галочки нужен видеограф, фотограф, зал, лимузин. Все, галочка есть, выполнена. А уже не вникая в какие-то подробности, детали. — Такой очень интересный вопрос, к которому мы уже подходим. Как можно стать настоящим фотографом? — Ну, настоящим фотографом... Настоящий фотограф, наверное, это человек тот, который видит немножко по-другому, чем обычные люди, у которого есть чувство вкуса, и который имеет техническую подготовку, чтобы сфотографировать то, что он хочет. И картинка получилась настоящая, живая. Ну, в первую очередь, мне кажется, надо подходить к развитию своего вкуса, потому что любой фотограф, он как сосуд. Пока он не наполнен, ничего не получится. И нужно наполнять себя знаниями, материалами, технической подготовкой. Смотреть хорошее кино, допустим, фильмы с наградами за операторскую работу. Вот, анализировать свои снимки, смотреть мастеров своего дела, там, в любой жанре фотографии, который интересен. И практиковаться только с практикой можно получить достойный результат. Какую технику нужно приобрести и сколько на неё потратить, чтобы начать коммерческую деятельность фотографии? Всё, от целей зависит. Смотри, какие цели, если... Ну, вот, например, минимально базовый уровень. Ну, чтобы базовый уровень, если говорить о съёмке именно людей, то есть портретная фотография, то есть это как минимум хороший объектив должен быть для портретной съёмки, это вспышка, чтобы работать в разных условиях, ну и, соответственно, дублирующие карты памяти, чтобы всегда материал не улетел вместе с какой-нибудь случайным перепадом напряжения. Ну, пожалуй, всё. То есть примерно по сумме это сколько? Вот 70 тысяч? Ну, наверное, да. Такой базовый комплект. А можно ли считать фотографию, сделанную на плёнку, более настоящей, чем цифровую фотографию? Я думаю, для конечного получателя и заказчика роли особой это не играет. Хотя есть ценители, которые очень любят плёнку. Я, к сожалению, не имел счастья снимать на плёнку, только в глубоком детстве у меня была мыльница. Ну, при современном развитии технологии 99% не заметят разницы. Кстати, ещё вот про фотографии и про современность. Мобильная фотосъёмка, как вы считаете, можно ли её выносить в отдельный жанр фотографии, либо это чисто любительская? Очень много прекрасных снимков сделаны на мобильные телефоны. Вот это мобильный телефон – такое же средство, как и любая другая камера, будь то зеркальная, беззеркальная, компактная камера. Ну, почему нет? Я думаю, со временем ограничение в разрешении, в качестве снимка, всё будет сокращаться и сокращаться, но это не отменяет картинки в той в голове, которая есть у фотографа и которую он хочет сделать. Павел, спасибо, что пришли к нам в гости. Поздравляю вас с Днём фотографа. Спасибо большое. Спасибо, что позвали. А я напомню, обсудить детали работы фотографом и узнать, как стать настоящим мастером света и тени, мы пригласили фотографа Павла Баймакова. А я на этом с вами прощаюсь. Увидимся на СТС.